не ищет легких путей добрый день друзья наши далекие близкие с вами не на кусман мы опять на прогулке сегодня у лео опять проснулся горный инстинкт прошлый раз в конце уже рассердился и лаял на них я хочу пойти посмотреть нет ли там людей собак люди есть и так почему же собаки роют землю на самом деле желание собаки вскопать землю не просто очередная прихоть питомца это вполне естественная потребность которая обусловлена его природными инстинктами уже до земли дошел до берлина дошел уже до лёва вот так вот сегодня на поводке думаю что здесь встретимся с большой собакой посмотрите прям куски вырывает земли сердишься ты не пускает тебя в гости нет не пускают и так для чего рыли землю предки наших домашних любимцев в том числе и декоративных оказывается таким образом они спасались от жары укрывались от других хищников выводили потомство и добывали себе пропитание так это было раньше почему же собаки роют ямы сегодня первая причина это охотничий инстинкт это особенно актуально для нас для представителей пород группы терьеров само название образовано от латинского слова терра землям специализации терьеров считается охота на норных животных барсуков лис сурков и многих других основной метод которым пользуются эти собаки в своей так называемой профессиональной деятельности это подкоп поэтому потомки охотничьих собак даже те у которых рабочие качества развиты слабо все равно любят порой раскопать дичь вот этот инстинкт настиг нашего лео этой зимой уже второй раз он пытается докопаться до истины еще один вопрос почему собака роет землю летом в жаркий день все просто питомец пытается охладиться он разрывает верхний слой почвы и укладывается на свежую холодную землю вот за этим занятием очень часто мы заставали они даже в зеленогорске когда мы снимали дачу он очень часто рыл такие ямки и укладывался в них самое интересное что ямка он ее вырывал именно по форме своего тела еще какие есть варианты когда собака не голодна а вы угостили ее каким-нибудь лакомством будьте готовы к ямке во дворе питомец наверняка решит припрятать косточку на потом а еще иногда и перепрятать просто так на всякий случай а беременные собаки нередко роют ямы подготавливаясь к родам это тоже оказывается древний инстинкт об этом я сама прочитала впервые если с подкопами во дворе все более менее понятно то все равно остается вопрос почему собака роет подстилку или пол в квартире это опять же скорее всего о себе дают знать древние инстинкты так волки и дикие предки собак применали траву прежде чем лечь на землю но еще я слышала информацию чтобы разогнать всякую разную живность змеи всякие букашки чтобы они не мешали спокойно спать что касается наших шотландских терьеров тони и лео то их родина и родиной скотч терьеров являются горные районы шотландии скотч терьера специально выводили для охоты на лис кроликов барсуков и прочих зверюшек которые прячутся в норах как порода охотничьих норных собак скотч терьер был признан уже в 1879 году а официальный стандарт породы был утвержден в 1883 году то есть скотч терьер достаточно старая порода охотничьих норных собак в россии эта порода не сильно распространена и по своему прямому назначению почти не используется несмотря на охотничьи отличные качества и сильный охотничий инстинкт скотч терьера еще у меня спрашивали что я буду делать с этой собакой которая рыла норку и такая вот грязная что элементарно я ее буду мыть не намного чище собаки возвращались с прогулки в санкт-петербурге до сих пор команде мыть лапы они подчиняются беспрекословно да и вообще лучше не заводить скотча если вы не в состоянии уделять достаточного внимания уходу за его шерстью как минимум два раза в год нужен тримминг по специальной схеме кроме того не реже раза в неделю его необходимо тщательно вычесывать в слякоть приходится мыть лапы живот бороду правда можно надевать комбинезон к которому собака быстро привыкает есть конечно нюансы если собака например питается в основном натуральным кормом то конечно чаще приходится мыть ему морду вот эту роскошную роскошную бороду усы кстати говоря о еде едят скотчи немного но могут быть отъявленными попрошайками поэтому у мягкосердечных владельцев они напоминают волосатые шары на самом деле я по себе знаю когда ты видишь этот взгляд вечно голодной собаки как бы вечно голодной собаки но очень сложно отказать себе в удовольствие покормить их еще раз задавали мне также вопрос как скотч терьера относятся к детям в общем хорошо особенно если дети достаточно взрослые для того чтобы не обижать собаку и понимать ее чувства шотландские терьеры стараются обычно держаться подальше от шеловливых детей я по своим это знаю но если их загнать в угол или сильно прижать то могут и укусить однажды была у меня такая ситуация когда тони так дернул за рукав мальчишку местного из нашей знакомой семьи но было неприятно поэтому здесь германии мы гуляем очень аккуратно потому что здесь очень жесткие законы и собственно говоря я конечно не хочу чтобы и собаки пострадали и дети пострадали лучше мы будем ходить отдельно мои собачата правда подружились с двумя девочками соседскими но тем я объяснила да вот эту ситуацию какие собаки как они могут отреагировать что лучше к ним не приставать но на всякий пожарный я всегда стою рядом и контролирую ситуацию еще был такой вопрос шумные лид шотландские терьеры кстати для германии это очень важно да они бывают крайне шумными но это не обязательно они привязаны к своей территории и непременно неоднократно и громко оповестят о том что кто-то пришел например по реакции и лаю своих собак я знаю когда приехала почтальон когда прошла местная бабушка когда проехал трактор когда приехала машина за мусором собаки очень дружелюбно приветствует знакомых людей но гостей животных званых или нет пытаются выгнать с яростью тони у нас взрослый интеллигентный вот он еще может принимать гостей лео я думаю что это просто исключено еще был вопрос каким образом я ухаживаю за шерстью своих собак как очень сложно потому что в санкт-петербурге у нас была мастер которая приезжала к нам домой и производила тримминг стрижку все вот эти процедуры которые требуются но мне очень сложно во первых они меня не слушают абсолютно они грызут все эти приспособления все эти машинки все эти расчески в общем заманиваю обманным путем и частями произвожу все эти процедуры ну что ж надеюсь информация была полезной рассказала о наших собачках прогулка у нас уже закончена до новых встреч всем пока пока